Барнаульский метрополитен всего лишь мем, правда известный на всю страну. Но местные риэлторы утверждают, что и в краевой столице есть объекты, рядом с которыми горожане хотели бы жить. И даже готовы переплачивать за квадратный метр недвижки. Если раньше барнаульцы селились ближе к торговым центрам, в свое время таким магнитом была арена, то сейчас в тренде зеленые зоны и парки. Изумрудные пока вне конкуренции. Мы видим, что люди, которые приходят покупать недвижимость в этих домах, они именно интересуются тем, что сколько метров до парка. Раньше такого не было. Сейчас же мы видим, что появилось две эпохи. Столичный появился, появился Маяковский. И дальше идет локации расстраиваются, появляются точечные застройки. Сейчас там начинают появляться спортивные комплексы, живые комплексы. То есть периферия нарастает. И я так предполагаю, что она может разрастаться туда, по профинтерну и к зеленому скверу. То есть там потенциал широкий. Но не изумрудным единым. Популярностью у горожан пользуется и территория рядом с парком «Юбилейный». Перспективным эксперты называют район у торгового центра Европа, где должен появиться парк 300-летия Барнаула. Локация Барнаульский Арбат тоже становится более популярной. Сейчас застройщики тоже устремились туда. Конечно, это центр города и там самое дорогое жилье. То есть сегодня встретить там 170-180 тысяч за квадратный метр, ничего удивительного в этом абсолютно нет. Но мы видим самую знаменитую локацию города Барнаула. Это столица мира, наш знаменитый речной вокзал, который сейчас будет застраиваться новым ЖК. И там мы уже слышим о стоимости квадратного метра в 300 тысяч рублей. Если говорить про какую-то архитектурную или околоархитектурную аналитику, то у нас есть документация к генеральному плану. Провели по открытым источникам аналитику, где по городу самая высокая стоимость. У Изумрудного, скажем, на Змейногорском. И центр города вот в районе сити-центра, наверное. Вот там тоже дорого. Тянутся горожане и в районы с давно существующим зеленым ландшафтом. Лес рядом с домом – огромный плюс. В этом смысле притягательный Змейногорский тракт и поселок Южный. Я знаю, что у нас будет застраиваться преаэродромная зона, преаэропортная территория. Там достаточно крупный жилой район возникнет. Вот как там будет развиваться территория, надо смотреть. Когда будут доступны проекты и планировки. Говоря о перспективе, эксперты называют самым дорогим районом краевой столицы – индустриальный, где нет наследия хрущевского периода, где отличная инфраструктура. Здесь расположены новые детсады, школы, строятся или уже построены бизнес-центры. Весь этот комплекс и влечет горожан выбирать именно этот район для жизни. А застройщик активно возводит здесь новые районы и кварталы. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.